Сейчас мне надо ничего говорить, ты отвлекайся. Стой, стой-ка рядом сюда, я что-то тебе дам, передай, впереди надо будет. Нас тут мало, сегодня суббота, я не могу говорить, когда далеко. Сегодня суббота, поэтому на работе тут я вижу оба Игоря отсутствуют. Погода позволяет, старается с сеном поскорее. Я вам дам приглашение одно, а вы дома обдумайте и завтра скажете, для чего я вам это дал. Держи. Так, это значит тебе, а это дедушке твоему с бабушкой. Так, это я вам дам, так, пожалуйста, никуда не отходите. Так, баба Серафима, подожди, догони ее, передай. Она не возьмет, не кричите. Да передайте Васе там что, передай. Она никогда не останавливается. Передай, возьмете, возьмет, нас не касается. Так, держите. Кому не дал? Из какой семьи? Вон, вон. А мне не надо? Ну, давай. Так, кому не передал? Чего стоишь тут? Покажи, Сергей Павлович, что там такое. Утром придете, помолитесь об этом, с какой целью я вам передал это. Сами решите. Завтра будет, если Господь даст время, живы, здоровы будем, Богу угодно будет. Будет занятие. Назначат сестра Елена, в какое время, не знаете, на тему, которая каждый день звучит из радиопродуктора. Всему свое время. Всегда, значит, радио Москвы, всему свое время. Там, голос, диктор. Это Экклесиаста, третья глава, первый стих. Посмотрите, почему? Это настолько необычно, что государственная, одна из ведущих радиостанций, правительственных, вещает, начинает Словом Божьим. Но не говорит, откуда взято. Дословно взято, не перестановлены даже места. Экклесиаста, это Соломона книга, третья глава, первый стих. Второе. Вот если мы молимся, приходим в храм, дом, а ревности нету, то молитва никуда не идет, она до потолка не доходит. Когда на поле молились, просили дождя, то к одному священнику бабушка подошла и говорит, батюшка, дождя не будет. А почему? Да ты молился, просто кадилом махал, а видно было, был в другом месте. Он говорит, правильно. Давайте снова помолимся. И Бог залил. Надо видеть. Вы просто думаете, что я был здесь. Я вам говорю, это может последний раз. Мы не знаем, встретимся ли еще когда. Мы с Анфисой, дядом, говорили, у нее были голуби, не белые. Я забрал их, а теперь белые. Прошло время, а я хочу разноцветных. Разноцветные они бывают с красными, с эгами, с черными. И я ей говорю, хорошо, осенью я тебе таких голубей дам. Больше я ничего не сказал. Я не сказал, если Господу угодно будет. Я только сказал, буквально через день мне говорят, год начался, пойдешь голубей у меня там. В один день, как пять голубей пропало. У них болезнь вертяжка. Голова заворачивается и практически не лечится болезнь. Их просто выхлестывает Господь. Ну что делать? Там Настя, ветеринар, уколы делать. Я говорю, ничего не делайте. Вычистите у них, чтобы почище было и святой водой покропить. И осталось шесть штук. А ведь у меня их было и по семьдесят. Все. Я тогда пошел, конфесса, прости, я отпустил ошибку. Не будет твоих разноцветных голубей. Как раз они в первую очередь и пали. Бог вразумляет. Я ничего не имел в виду, как сделать человеку по-хорошему, каких она любит, моих любимых, я их всех отдаю ей. А у меня одни белые остаются. Не тут-то было. Понятно? Вот вы скажите сегодня. Вот сейчас, сами. Когда считают там, ну Богородица, Деварабица, счастнейшую, придите поклонимся. Кто не кланялся? Святые говорят, многими поклонами отбивались от сатаны. Кто не кланяется, он по-другому молится. Но мы православные. Мы совершаем великое знамение Иисуса Христа, победное оружие на Голгофе. И им поражаем сатану. Ну, кто не кланялся? Примерно на десять поклонов, которые в церкви, он делает только один. Впереди стоит человек, кланяется. Сбоку она видит, кланяется. А она не кланяется. Почему? И, главное, видит, что мать кланяется, как должна. И мать не служит примером. Догадайтесь сами. А если сделает поклон, то только вот такой вот. Дядя ей начинал так. В храме вдруг приходит, крестное знамение не совершает, только кланяется. Я говорю, а почему ты так? Молчит. Дальше не стал кланяется. А потом полностью отрекся от православия. А дальше пошел к бактистам. А дальше уже пошел неизвестно куда и все разрушил. Все. Я вот этот дом строил, работал и смотрел, какой он умница. Как много он заложил всего. Сатана все под корень срубил. И он на костре рассказывал стихотворение. Я не знаю, Литвиненко, она только поет его или она автор. Мы нашли в интернете. Гордый дуб. Седое столетие, спорытое прошло, как бурю и семя туда занесло. И вот он все выстоял, и гордость тогда одолела его. Нет краше меня на земле никого. Невзгоды я вынес, и сам я сумел. За ночь его дуб над ущельем шумел. Сверкнул в дуб гром. Молния ударила в дуб гром. И дуб пораженный покрылся огнем. Прогревал он небо исчаство его, что долгие годы хранило его. Каким бы талантом ты, друг, не блистал. Каким бы великим не стал. Но помни, во всем он помог. Но гордым, запомни, противится Бог. Этот человек на костре с таким пафосом наизусть рассказывает стихотворение. Он обладал даром речи. И полностью из полности я его отпечатаю и пошлю ему. Есть через кого. Позаботьтесь. Дети рядом с вами. И если вот это стоит только платочек подправить или ногти, то это абсолютно безразлично. У нас такие были. У Лены Политыкиной. Батюшка мне говорит, девушка совершенно безразличная. Ушли. Так если бы только ушли, не стали ходить в церковь. К ним приезжает дядя. Он ходит к нам в церковь. Она с ними заладила. Она его материт. Материт. По-базарному. Материт. Матерками настоящими. Девушка. Я в милицию пойду. А дальше нет. Она пошла по мужикам. Сама идет, куда ее никто не берет. Она никому такая не нужна. Сама просто уходит из дома и дальше уже идет. Вот ведь беда-то как. А начиналась с маленькой. Не хочу поклониться. Буду ковыряться. Ногти перебирать. Пришел в храм. Напрягись. Ты должен так напряженно, чтобы земля дрожала и небо содрогалось. Святые, когда молились, напряжение было такое. Под градом катился от напряжения. Земля рядом, говорит, превращалась в грязь. Пот и слезы. Мы пришли сюда одни. Уходя домой, мы должны быть другие. Совершенно. Мы для того и пришли, чтобы обновиться. Сколько просьб было. Вот мне за эту неделю только откуда не было. В интернете и везде помолиться. Просит. Человек знает Писание углублено. Все неправославное. Но мыслит по православному. Помолитесь. Вот вы привели места. Я их знаю наизусть. Но я поняла, там что-то еще есть, чего мне не открыто. Помолитесь, чтобы Бог мне открыл. Кто из нас это понимает? Я повторяю. Человек не позиционирует себя православным. Она выше всех православных, каких я знаю. Она каждый маленький шаг комментирует. Комментирует на костре, как были, как подходили, как интервью брали. Но все дает свою интерпретацию. И все с духовной стороны. А вы не сказали. Вот у вас шарик там заболел. А вы как кормили. Понимаете? Я поняла, как Иисус заботится о нас. Видите? Вы ему даже творог там, все красную рыбу отдаете. А как Господь с души нам подкладывает? Вы сами-то хоть едите то, что собаке даете? Да я могу сказать, только надо мной смеялись дорогой. Со мной ураган. А мы набрали сливок. Ваш Игорь этот дал. И я все пополам с ним делил. А кроме этого собачий корм. Галушки там на месте сделаны. С собой наложили сгущенного молока. И я так банку ему. Баночку мне. А это вам. Но они смеются. Я сам дрессировавших собак. И у меня строилось все на одной любви. Вот я бежу, как бывает дрессируют. Жестко так. У него послушная. Моя была послушная, но она привязана была. Вот на шаг не дает шагнуть никуда. И все время в глаза заглядываясь. До того умное животное. Мы начинаем петь. Она не будет сидеть. Мы поем Христос воскресе. Она сядет рядом. Голову поднимет и поет. Выше, ниже. Тону берет. Она не может говорить Христос воскресе. Я больше ни у кого это не видел. Что значит? Любовью. Как профессор Преображенский говорил. Любовью. Но где-либо любовь? Там надо и применить другое. Но у меня просто так получилось. Вот я о ком говорю. Если вы маленько приняли к себе. Позаботьтесь дома. Кончится ничем. Потому что многие идут. Бегут на ресталище. Ресталище это стадион. Многие бегут. Там толпы бегут. Но один получает награду. И так бегите чтоб получить. Это мы сегодня. Ну это как-нибудь. Никак. Ничего не получите. Вспомните братья Карамазов. Ничего не получите. И хотя одними пескариками питаетесь. Вот она просит сейчас. Одна. У меня беда то какая. А вот у меня сноха то такая. Да она часто из дома уходит. Сноха из дома уходит. А то из дальней стороны мне звонят. Да как она может уходить? А чьих детей вы воспитываете? Внуки то твои они или нет? Ну она говорит. Надо расслабиться. Надо уходить там на неделю. А потом арбатно возвращается. Вот как еще люди живут. Верующих семьях. А что выбрал красивую. А дальше. А дальше пошел. У меня был хороший из старобрядцев Андрей Долгов. Ну к нему подходит на работе один Валера и говорит. Сейчас пришли. Говорит Наташка моя опять на танцплощадке там с солдатами. Я убью ее все таки. Я сидел с такими в камере. Который пришел домой. Он майор милиции. Он так встал в косяк. Она говорит я все равно пойду. Я уже договорилась. Я как дал ножом. Говорит так насквозь. Сейчас сидит. Она никуда не ушла. Она в гроб легла. Он говорит а где ты ее нашел Наташу на танцплощадке. Ну там и ищи. Он постоял подумал. А твоя жена что все время дома? Нет. Она дома. На работе. А потом. А потом в храме. А где ты нашел ее? В храме. Я из армии вернулся. Когда пришел первый раз в храм. Я заметил. Она в хору поет. А потом. Посоветовался со старцем. Они сказали познакомься. Очень добродетельная. Не блистает красотой такой. Она до того душевная. На всех бабах. Все. И они так и прожили жизнь. Беря бабок и докармливая. И похоронить. И снова только одна умрет. Другую бабку находят. Опять берут. Вот. И оба скончаются в вере. Вот. Заложи это сейчас в ребенке. Заложи. Придешь домой. Умоли ее. Деточка. Давай помолимся. Молитвы то никакой нету. Нету. Это из дома они выносят. Стоять. Стоять. А бы куда смотреть. Не видеть что кланяется перед тобой налево. Да ты даже если бы не кланялся. Ты стоял бы. К нам приезжают в лагерь. Баптисты. Адвентисты. Мы никого не заставляем креститься рукой. Как ты научен? Говорит. Вот так вот руки. Вот так глаза закрыть. Ну так и молись. Но только напряженно молись. Проходит неделю две все крестятся рукой. Еще ни один не уехал чтобы. Родители приезжают. Юрка. Да ты совсем православный стал. Он смеется. Он увидел то чего нигде не видел. Мы никогда не принуждаем человека. Ты вот так молится мусульманин там как бы умывается. Благословен Бог. Пусть он так молится. Нам надо учиться и учиться у всех. кто вокруг нас. Нам много Бог дал. Но донесем ли мы это до того места куда мы отправились. Подумайте на эту тему. Я говорящая голова. Говорю все молчат. Господи. Боже милости. У нас занятия. Подходи. Создав имя Господи. Помилуй меня. Вячеславец и грешил Господи. Прости меня и греши. Помилуй. Всемогущий Создатель. Духом Твоим Святым направь разум наш. По знанию высшего, лучшего, неземного и небесного. Открой нам тайны Твои. Чего Ты желаешь услышать от нас. Наполни уста нашей благодарностью за все, что Ты сотворил с нами. Изгони страх человеческий. Наполни страхом божественным, началом мудрости и венцом мудрости. Да будет благословен этот дом. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот садись вот еще. Садись там сюда. Сережа, ты в кресло снеси. Ну ладно. Ну а вы куда? Успокойтесь. Сядьте, чтобы ни разговоров еще не было. А то конца не будет. Друг за другом ухаживают. Раньше было так. При совете министров специально было образовано. Назовем так управление. По делам религии. Были поставлены уполномоченным по религиозным пультом. В Барнауле был Седишев Александр Петрович. Что за звуки такие меня сбивают? Потом прислали Лисенкова Геннадия Ивановича. Здоровый крепкий мужик. Лютый коммунист. Преследовал всякое малое движение к Богу. Второй под старость он военный был. Потом стал помягче маленький. Даже храм открыл кое-где. Этим гордиться сильно. Так вот если проповедь священник хотел сказать. Он должен был заранее написать. И принести уполномоченному. А он проверит. А как он проверит, если он не верующий? Это все люди до единого, как правило, были на пенсии генерала КГБ. Смотреть. Он, я думаю, что специально их учили на этой. Хотя школы такой вроде бы и не было. Конечно, люди были с образованием. И они смотрели, где Дух Божий, кого может коснуться. Все места это вычеркивали. Вот такое повествование. Храм строили. Когда? Икона. Какого века? Какие краски? Имеет ли это отношение к древнерусской живописи? Иконописцы это изографы, там изографы. Вот. Надо хорошо работать. Быть послушными. Всякая власть от Бога. Вот это они наизусть знали. Даже воин Яциневский, архиепископ Лука, пишет об этом. У него была визитка. Он сделал визитку. И написал на ней архиепископ Лука, воин Яциневский, лауреат Сталинской премии первой степени. Полномочный запретил визитку архиепископу Симферопольскому. Человек на весь мир известный. Это не просто хирург было, а ученый. Говорить о свободе, об этом, понятия никакого нет. Но когда верующие, заранее, а какая беседа, меня надо уведомить. Это означает дух Божий не вхожий в это место. Ян Златоуст готовит проповедь. Он готовит. Его никто не спрашивает. Он сидит ее и готовит. И уже подходит к храму, смотрит нищий. Культяпку выставил. И дай милостыню. С голоду умираю. Три дня не ел. Ян Батусин мгновенно перевернул проповедь. Заходит и начинает говорить о безжалостности прихожан. Как можно три дня человек не ел? Почему никто не накормил? Ты ложишься спать, как архиепископ Геннадий говорил, в мягкой постели. А он согнулся где-то под забором, вода под него подтекает. Тебе это все равно? А ту проповедь, которую он приготовил, разъясняя послание апостола Павла, он скажет потом. Дух Божий побуждает сказать то, что он и не думает. А там Елдат и Мадат проповедуют. Запрети им, учитель, ревнитель Моисеева. Так же было при Сауле. А чьей славе вы ревнуете? Если о Божии, тебе ни одного вопроса не надо задавать. Откуда, когда и как. Ты решишь, что тебе не ясно, и Дух Божий будет отвечать. У них понятия никакого нет у этих людей. Никогда, нигде. Вот сколько я был, я не слышал, чтобы люди, нерожденные свыше, беседовали о том, как быть Вадимом Духом Божиим. Они не знают этого. Вот сейчас наш брат Виктор Николаевич Савченко только что вернулся, поступал в семинарию в Барнаульске. Поступил. Вопросы какие задавали? Что петь на голос? На гитаре играешь? А еще на чем играешь? Вопрос о том... О Христе один вопрос задали. Все. Рожден ли он свыше? Первый вопрос, который... Ну, необходимо. Без этого вообще ничего нет. Ему даже не задавали. Что значит крещение Духом Святым? Жизнь в Боге, в Духе Святом. Ни одного вопроса нет. И как оно может какое-то возрождение быть? С чего оно будет-то? Когда движущий фактор Дух Святой. Он придет, научит и наставит. Он Дух Святой. У нас была сегодня тема. Сегодня у нас 17 августа 2014 года. Беседовали на слова Экклесиаста. 3.1. Какие слова? Ну-ка припомните. Всему свое время. Радио Россия все время повторяет перед началом. Медленно. С расстановкой. Я знаю для чего власти это избрали. Подсказали. Хорошие консультанты есть. Что бы ни было. А еще не время. Мы же говорили всему свое время. Этот конвой сейчас гуманитарной помощи идет. Где они его передают? Красному кресту. Какие могут быть засады. Что-то. Всему свое время. Это очень здорово. Что они приняли слова эти. Но они их не изъясняют. Что они взяты из Святой Библии. У меня мысль появилась уже после этого. Мы ездили сейчас в сады. Дикие сады. Там немножко. Малины. Говорил я что нету. Оказывается есть немного. Я никогда не видел как собаки едят малину. Они сидят у меня и выпрашивают. Я только наберу ладошку. Подходит один то другой. С ладошки сметут. Побегают. Опять бегут ко мне. Я сам то меньше сел чем они. Я подумал. Страха Божия нет у человека. Это место занимает страх человеческий. И вот об этом побеседовать. Что такое страх Божий. И нужен ли он. И что такое страх человеческий. От чего он бывает. И нужен ли он. Вот вопрос ко всем. Кто желает что сказать. О страхе Божьем. И о страхе человеческом. Вот мы сейчас были в одном доме. И как раз это было бы и сказано. Но страх человеческий там заполняет все поры. И тело. И души. И комнаты. И там никакой беседы быть не может. Там вот это упреки. На место работы. Там непрерывная. Желчная отрава будет течь. Упреков. Почему? Страх человеческий. Человек. Который. Перед Богом. Он ничего не боится. Праведник смел. Как лев. Написано. Как лев. А два ночи снимать. Он будет противиться. Он может говорить. А эти которые. Шавки. Они всех хвосты подожмут. И спрятались. Праведник смел. Как лев. Они счастливые бежит. Когда за ним никто не гонится. Никакой угрозы не было. Никто никогда не тревожил. За дело Божие. За слово Божие. Мы сегодня сидим. А поезд идет с этой стороны. На Барнаул. И тут видимо на взгорах. Он как гудит. Ой-ой-ой. Мы. На расстоянии два километра с лишним. И за деревьями. За околком. Он идет еще далеко слыхать. И ветер еще не в ту сторону. И так колотится. А что там в кабине этот человек чувствует. Что там с мозгами. А если электрически. Там все сожжено. Там чисто одна коробушка остается только. Да там за один день ты будешь как вареный. А если годами работать. Еще спрашивать. Спрашивать даже нечего. Это понятно. Я слышал. Говорят. Рано уходят. И на пенсию идут. Щучо и умерли. А идут туда. Конечно за деньгами больше не зачем. Не то что я люблю это. Как можно это любить. Когда такая копоть катит за километр. И так. Страх человеческий. На первом месте. Кто желает что сказать. Давай. Не бойтесь убивающих тела. То есть. Писание призывает не бояться людей. Но бойтесь того. Кто по убиении может и душу и тело вернуть в ген. Ну если тело не убивает. Это высшая шкала страха. Который тело убивает. Голову режет. Попали в плен. И то не бойтесь этих. А уж камеры боятся. Да. Это тогда уже остальное не имеет значения. Высшего не бои. Не бойся. А что движет к этому. Чтобы не боялся человек. Какое качество нужно приобрести. Чтобы ничего этого не бояться. Страх Божий. Бога нужно бояться. Бога бояться. А Бога боится человек который любит его. Как бы не огорчить. Любовь состоит именно в этом. В страхе. Как бы не обидеть. Не огорчить. Не огорчить. Не принести боль. Любимому. Речь идет о Боге. В любви нет страха. Если Бога боишься. Больше никого не боишься. Это вспоминается случай один был. Когда братья пришли. Открылся уже им брат этот. Которого продали они в плен. И теперь то. Испугались. Перед ними то сидит человек. Который обладает властью. Огромной властью. Это премьер министр страны. Мировой был. Как вот. В Америке сказатели. В бывшем Советском Союзе. Ну и они ему напомнили. А отец сказал. Чтобы ты нам худо вроде не делал. Братья не бойтесь меня. Потому что я Бога боюсь. Если человек боится Бога. Его можешь не бояться. Можешь вместе спать в одной комнате. Доверить ему имущество. Ключ от квартиры. Ты можешь не бояться ни за жену. Если он один останется. Ни за детишек. Если тот человек имеет страх Божий. Страх Божий. Это независимо от того. Христианин это. Мусульманин. Или буддист. Православный. Или неправославный. Разницы нет. Страх Божий везде присутствует. И мы знаем. В одном месте. С человеком было. А я думал. На этом месте нет страха Божия. Когда с ним поступили правильно. Я думал. Нет тут страха Божия. И поэтому. У меня все было напряженное. А если с человеком ты познался. У него страха Божия нет. Как парень один говорит. Да и пять лет буду ухаживать. Пока своего не добьюсь. Самое главное. Что? Все. Ладоб. И все. Страха то если нет. Все кончилось. Я буду добиваться. Страха Божия. А если страх Божий есть. Вопрос даже не возникает. Итак. Страх человечества. От чего он рождается? Нас интересует мнение Слова Божие. Что об этом говорят. Жития святых. Святые отцы. И каноны церковные. Вот четыре места. Откуда мы можем получить достойный пример. Страх человеческий. Когда он появляется? В каком возрасте? И нужен ли он? Ну человек осторожен на дороге. Много лет ездит. Никакой аварии у него нет. Ездит на большие расстояния. Ну почему? Ну почему вот авария. Передо мной тут переворачивались машины. Как бороться со сном? Самое лучшее лекарство от сна. Это свернуть в сторонку. Есть такие места, где машину ставить. И заснуть. Сколько? Час-два. Поспал. Дальше чувствуешь, что он понят. Опять ищи следующую площадку. У него страх. И страх человеческий. Он о Боге ничего не знает. И курит. И шиферит. Дорогу едет шофер. Хороший это страх или плохой? Хороший. Хороший. Безопасен ли остальных? Конечно. Ты надела сетку. У тебя пчелы около самой двери. Они даже не идут стоять. Но ты надела сетку. Почему? Пчелы стали тревожно себя вести, жалить. Ты берегаешь свое лицо, глаза. Плохо это? Не хорошо. То есть не так, что страх человеческий. Его надо тоже разобрать. Страх человеческий кладет перед человеком препятствия. Препоны. Так называют. Препоны. Но сейчас ты, Виктор Николаевич, собрался туда и ехать. Помни твои первые слова. Ну как я буду молитвы эти читать, когда я по-русски? Помилуй имя Божий, 50-й Псалом. Все читай по-русски. А там по-славянски. Да так путается все. Мы стали молиться и говорим, Бог усмотрит. Скажи, прошла неделя, все, научился, пошел, сдал. Если бы отметки ставили, то не тройки ему поставили. Тут и так понятно. Страх этот обоснован был. Он имел основание под собою. Потому что как бы не завалить экзамены. У меня надеется, да. Вот, например, если человек даже не имеет страха человеческого, как написано в притче о суде, Господь приводил пример, что был царь, который не боялся ни людей, не стыдился, ни Бога не боялся. Судья. Судья. Судья, да. Да. Угу. Судья неправедный. Судья неправедный. Судья неправедный. Неправедный. Таких очень много. Стыдился. Он боится. Он говорит, людей не стыдил. Не стыдился. Не стыдился. Он не боялся высшего. Сегодня это можно подать раз-другой. И смотришь, губернаторы упекли с конфискацией имущества, лет десять ему, говорится, впаяли и все. За взятки какие большие были. Арестовывают, берут. Тем более в другие времена. Умеют с ними расправляться, с этими пшенками. Страх человеческий, в первую очередь, это сохранение жизни. Мы ребенку показываем. Вот это огонь. Не трожь. Горячий не трожь. Тут не упади, не ходи. Без этого он просто обречен. Необходимо. А далее посмотреть. Когда появляется высшая цель, ему препятствует нише, дрожание за свое тело, за поведение жалкой жизнежки. Тут вопроса снимается сразу. Нет. Твердая позиция. Там, где стоит спасение души, а напротив идти на какие-то компромиссы, чтобы сохранить жизнь или добрые отношения с властями. Да мало ли что. То тут вопросы никакие не решаются. Нет. На все претензии господствовать над нашей душой решительные нет. Ну ты немного, ты только возьми мясо, положи вот на жертву и иди домой. Никто вас не принуждает. Ну положи вот так и все. А в храме-то не два человека, а 22 тысячи. Вы знаете, это житие святого Амфима Некомедийского. И главное, как научили, ни один не вышел. Все стремились на встречу с Господом. Храм был заранее обложен хворостом, зажжен и все. Знаете, староверы, которые не хотели покоряться Никоновским реформам-то. Считаешь, когда поморские ведомости, так назовем их, и сожигавшись, в выгоде там где-то пишет 1057. Сожигавшись. То есть они заранее молились, а везде по углам лежала солома. А наверху кто-то сидел и кричал. Солдаты идут. Они запирали солдаты. Откройте, ничего вам не будет. Уйдите, иначе мы сгорим. Уйдите. Власти сказали брать вас, значит все ребята. Решора поджигали. И все сгорали. Никто не выходил. Это самоубийство. Я говорю не об этом случае. Но решимость их тоже непростая была. И дети с ними. И это не где-то, а на российской территории. И там по порядку перечисляются там-то, там-то в том году. Значит люди боялись не выдержать пыток. А так мы с Богом. Страх человеческий ставит сеть ногам. Сеть. Но можно, чтобы победить страх. Человеческий. Чтобы не сделать уступок в ущерб вере, в ущерб любви Господу. Как добиться этого? Как добиться этого? Не клюй носом. Бороться наверное со своими страстями. Как? Бороться наверное со своими страстями. Ну а с какими страстями? Вот власти предлагают ему. Или ты делай так, или у тебя выхода никакого нету. Ну какие страсти у него здесь? Если он курит или пьет, он не христианин. Речь это о христианах. И мы это же считаем в житиях святых. Держаться в заповеди Божих. Дай победить страх человеческий. Ведь предлагалось немного. Вообще римский закон был очень веротерпим. 500 божеств. Показали нишу. Вот сюда ставьте статую Христа. Будете поклоняться. Но императору жертву приносить он полубог там. Но это претендовал Александр Македонский. И что? Не многого просят? Приносить только жертву. А дальше поклоняйтесь своему Христу. Никто не запрещает. Вот видите сколько у нас иконы свои. Тогда были мироточивые. А христиане объявили. Приносите жертву идолам. А на самом деле бесам. Как? Да что Венера это бес? Бес. А Юпитер? А Меркурий? Вы думаете что говорите? Все это бесы. Христианство бросило вызов. Пятистам божества. И понятно что все народы мира ополчились на них. Они поступали так как поступают сегодня так называемые свидетели Югова. Они всех объявили вне закона. Все от сатаны. Православные, католики, баптисты, пятидесятники. Правильно только свидетели Югова. Если бы они верили во Святую Троицу и правильно, то в этом что-то было бы. Но за этим ничего нет кроме безумия. Христос это бывший архангел Михаил. Там такая муть. Там даже слушать нечего. Совершенно. Не говоря уже что ни Троицы не признают. Слово сказать о Троице для меня вот является тайной, как адвентисты седьмого дня не имея этого учения потом приняли. Чтобы в секте вот так вдруг пришли к такому. Просто я не знаю. Обычно они скатываются дальше и дальше. Все это разложение идет. Женщина может священником быть. Выходит раздетая, раздетая. Одетая как попало. Крашеные. Все разрешают. Гомосексуалистов ставят священниками. Я могу рассказать. Вот было два вопроса. Страх человеческий и страх Божий. Вот о страхе Божьем я некоторые примеры могу привести. Как вот Соломон говорит в плече 1.7. Начало мудрости страх Господний. Вот например страх Божий удерживает не только самого христианина от греха. Но и удерживает чтобы подать другому соблазну ко греху. То есть к падению. Да вот я например когда уверовал. Я то сам как язычник жил. Вот ко мне пришли знакомые. Я то сам не наркоман был. Но пришли знакомые наркоманы. Вот и они обычно раз я такой как говорится ну как сказать маленький ростом приходили и начинали там что-то у нас в бане там варить себе это. Ну вот как там называется у них наркотик. Вот они когда я уверовал они ко мне очередной раз пришли. Я вышел помолился про себя и такое говорю им. Я говорю я сегодня вам не позволю этого сделать. Они говорят почему. Я говорю потому что я говорю боюсь Бога. Если вы сейчас это примите наркотик говорю вы умрете а я за это буду отвечать перед Богом. Я говорю вам этого не позволю. И все и как вот Господь по молитве их сразу обрезал. Они немножко погружали и ушли. У меня вот такой случай был. Там тоже с дядей был он тоже на выпивку просил. Я ему сразу говорю. Я вижу что уже у меня чувство закипает. Я думаю встал прямо посреди поля шел вместе с ним. Он мне просил на выпивку. Я встал посреди поля встал в сторону востока и стал молиться. Он покрутил возле виска и ушел. То есть страх Божий меня побудил не только само от греха но и того человека чтобы он тоже в этот грех не впадал. Я говорю даже тебе горело спички не дам для того чтобы ты закурил. Тогда попутно вопрос Сергей хочет задать. Нет? На окне просто стоит. Вопрос. Почему некоторые люди боятся когда их снимают на фотоаппарат или на видео. В чем это объяснить? Чего не боятся? Не на окне. Ну-ка. Чего не боятся? Чужого мнения. Чужого мнения. Ну а что это чужое мнение то? Оно может быть правильное его и бояться не надо. Ну-ка приду States Страх Того что снимают? Спросить плохое нет неплохое. А почему против... Ну в храме одна причина мешает вроде молиться, а в домашней обстановке почему? Может кто-то просто не любит сниматься. Может такое быть, что просто человек не любит фотографироваться. Ну и что? Что он не любит. Ну ты родился, ты идешь. Ты не любишь свое обличие или что? Слово-то должно объяснимо с чем-то быть. Не люблю сниматься и все. Повернулась и пошла. Ну все, пошел. Нужды никакой нет. Нет, он противится, он закрывается. В другом месте он идет, фотографируется. В интернет выставляют себя в таком виде, что видно, что не христиане. Ничего христианского там нет. Но когда снимаешь, он где-то, он не против. За этим что-то тайное человек не хочет. А как бы дальше не увидели, не узнали? Он боится сказать. Вот мы, если ролик есть, он не купируется, ничего. Какой есть, такой и есть. Мы здесь не прибавляем, ничего нет. Такой, какой и есть. Ну это, я думаю, что из-за того, что человек боится, что у него обнаружится внутреннее состояние, именно сущность его сама. Здесь проявляется очень многое за этим. И когда это началось, человек не может исследовать. Вот я спрашиваю, а когда у тебя так? Он не на паспорт фотографировался? Ну да. Почему ты не противился-то? А теперь всем показываешь свою фотокарточку. Тут-то ты не боишься? Нет. Ну а сейчас ты стоял у себя в своем храме. Тут митрополит служения, а он едет с фотографом все время. И снимали. Ты не против или будешь выходить? Да нет, ничего нет. Ну сын твой венчался в храме. Венчался, венчался. Ну мы во всех позициях. Как он невесту несет на руках. Было такое? Ну как мать? Ну сына-то отдавала? Женила? Всех женила. Женила. И в храме фотографировали? Да. И ты там стоишь. И отец там стоит. Почему не против-то? Ну это событие. Это событие. Это событие, которое фактически касается далеко не каждого. Ничего тут нет. Я не знаю даже, вот где это начинается грань, когда человек начинает. А я против. Почему? Он ожидает какого-то подвоха. Я говорю, что ты думаешь, сейчас фотографию твоему как-то намулюем усы тебе нарисуем, или рога и подставим где-то. Он даже не разговаривает. Он сразу в тупик становится. Ответа нет. Это тайна души. В разговоре он может сказать. Или видно, что он мог бы сказать. Даже не сказал. Это его начинает заедать. Тут было как-то... Вася Плотников поехал домой, а он у меня жил. Я говорю, ты бабу свою запиши. Как она жила? Как что? Как? Только заведи в комнату, там где икона ее. Я не знаю, кто снимал. Виктор, не ты снимал? Нет, наверное, Игорь Глушков. Глушков снимал. У него камера была. И все засняли. А баба так против. Ну что против? Ну ты-то живой человек. Ты поговори, объясни. Человеку 80 с лишним лет. Ну, баба. Это же память. Внуки будут. Все, она никаких. Села спокойно, разговаривает. Кажется, даже два больших ролика. Поучительная очень. Фотоаппарата? Да никак. Фотографирую, когда она только шепчет. Сатана, Сатана. Око Сатаны. Да. Ну вот мы вышли. Она идет. Я подошел к ней, говорю, остановись к Серафиме Гавриловне. Вот надо сфотографироваться с молодежью. И каких? Я говорю, молодые, не знают, как молиться. Девочки, мальчики-то. Она развернулась. Она развернулась. Я Виктору фотографирую, чтобы был храм, купол. И все удивляются. Это она. И она стоит, позирует, им рассказывает. И это все послали везде. Родные, дети увидели. Что плохого-то в этом? Ну, человек не знает. У него там что-то... Ну, ты-то маленько работаешь с человеком-то. И она... И какие снимки мы прекрасные сделали. И она тут же стоит отдельно. Потом вместе со всеми нами из храма вышли. Ничего нету. Пожалуйста. Мы в одном месте были священник. Да я против. Ну, что вот тут-то такого вот Лыкова. Хорошие люди-то. Но машинками этими обвешались, вот снимают. Лыкова в тайге, которая. Этот, а этот священник, военный бывший. Я против то-другое. Ну, что против-то? Ну, против-то. А я тебе все равно снимаю. Ты вышел на улицу. Это улица. А обратно мы едем к нему, заезжаем. Он уже собрал народ. Уже на треноге стоит специалист, призванный фотографировать. Киносъемку ведет. Специалист. Да видно, не один еще был. Вот и все. А всего ничего один раз поговорили. Его уговаривать не надо было. Надо просто где-то было шевельнуть, и все покатилось. И он наши беседы ведет. Вот говорит весело. Ну, видите, у нас выставлено все в интернете. Полезное. Очень полезное. И люди смотрят и радуются. Вот мне сказали, вы где бываете, вот надо побыть, заснять, помолиться, наставление дать. Вот я подумал сегодня сделать это. Только сюда смотреть. Или на ту сторону, вон туда зайти. Поменяйся местами. Когда спросишь, а что так? На всю ночь молились. Ну, там объяснение-то есть. Но молились не только, чтобы днем спать. Да еще при открытой Библии. Я сразу показываю, страх человеческий. Это дрожание за свою жалкую жизнешку. Как бы чего не было. Кто бы еще не сказал. И вот отвечает. Да ответь ему так, чтобы соединялось с небом. Это был такой диакон Викентий. Очень ревностный. Ну, епископ. Жития святых говорит. Ну, вот их допрашивает там судья. И епископ так отвечает. Кротко, смиренно. Там не знаю, какой корнилий-то. Ну, все как надо. И уже. Ну, говорит, а что плохого эти христиане делают? Их и держать нечего. Да пускай идут домой. Ничего. А Викентий наконец сказал. Владыка. Ну, что ты так отмечаешь этому псу смердящему? Да ты ему отметь, как надо, что он в аду будет гореть, если не обратиться ко Христу. Судья так отшатнулся. Это кто такой? Христовать его сейчас же. И он епископа потянул за собой, и обоих казнили. Уже все, уже отпустили. Только домой осталось идти. Вот мы считаем Стефан. Он, считаем, в Дианях Апостолов подробно рассказывает историю, и со вниманием его слушали. Ну, все, казалось бы, только сказать благодарю, братья, евреи слушают, истории Израиля. И вдруг он говорит, обращается, кого не гнали из пророков, отцы ваши, предвозвестивших приход праведника с большой буквы, Христа. И вы распяли его руками беззаконных-то. Все. Он подвел черту. Уже только проститься надо было, и все. Зачем он спровоцировал на такой исход? А сколько слез было, и великий плащ был, и Стефания. А у Бога вымерено. Все было вымерено. Какая была тема сегодня? Всему свое время. Всему свое время. Время было говорить так, и время вот так. И апостол Павел, когда его вели, считают по Антониевой лестнице, из народа схватили его. И он дальше начал говорить народу. И как они его слушали? Внимательно написано, со вниманием слушали. Ну все. Только сказать, да отпустите его. И вдруг он еще раз в народ хрикнул. И тогда Господь сказал мне, иди к изыщикам. Этот народ, он не примет тебя. Они пыль начали метать. Смерть ему. Так, встать на ноги. На ту сторону. Не надо только говорить, что я не сплю. Не надо обманывать сами себя. Привыкли, спят на ходу, и даже уже не понимают, что они спят. Вот что удивительно. Это многократное, бесчетное число. Раз мы спали и обманывали, что мы не спим. Вот этот человек едва не погубил всю нашу миссию. Закрыл глаза всего на одну секунду. И машина понеслась куда? Квертомашками в квет. И все, смерть для всех. И все это в это время шла съемка внутри. Господь показал это. За доли секунды до смерти. Ну сейчас, маленько встаньте, напрягите. И сразу нет, я нет. Скажешь, ты не злюсь. А я и не злюсь. То есть, то, что злюсь, это я не злюсь. И говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Если вы тьму, которую в душе называете светом, то какова же тогда настоящая тьма, которую вы признаете? А только глубина ада. Ты должен так и сказать. Поступил неправильно. Согрешил, виноват. Прости, Господи. Да, я заснул. Подал худой пример. Если начинает позевать где-то в партере или где-то весь зал, весь театр позевает. Какая у вас энергетика, как говорят. Итак, страх человеческий. Он нужен в пределах сохранения жизни. Когда никакой уступки нет в духовном плане. В духовном. А в духовном легко определить. Душа и тело. Каждому делу, допустим, предлагаете что-то сделать. Всегда ставят четыре вопроса. Первый вопрос. Решением этого вопроса, что я приобретаю, духовное или телесное? Временное или вечное? Сразу вопрос решается. Второй вопрос. Что об этом говорит Святая Библия? Это надо знать. И третий вопрос. Сразу же тут же ставь себе. Третий. А если я это сделаю, не будет ли соблазна для ближнего? Не будет ли это во вред? Вопросы эти можно поставить-то? Вы все вопросы-то эти задавайте. Когда ответишь и поймешь, где страх человеческий? Ну-ка, четвертый, что еще? А что будет говорить твоей совести? А? А по совести как это будет? А вот это и есть. Четвертый вопрос. А как это будет по совести? По совести или нет? Что совесть моя об этом говорит? Об этом вопросе. Я тут уступлю немного. Ну, это еще, знаете, это не ин-н-н, это никакой роли не играет. Вот Антихрист придет, вот тогда мы врежем ему, мы ему тогда покажем. Как один проповедник говорит. Я говорю, ну, не я говорю, а другой говорит. Ну, вот Антихрист придет, как придешь? Я подойду и скажу, подам руку и скажу, рад познакомиться. Это священнослужитель говорит. Антихриста увидит и рад познакомиться. Ну, какой-то предел же должен существовать в словах. Когда уже придет, уже ничего ты не врежешь, ничего ты не скажешь. Ты уже давно под ним, под его питою. Ты сегодня упрись. Я знаю, в Москве есть храм один, который ННН не принял. Улица Берстеневская, набережная 22, около храма Христа Спасителя. Отец Игумен, Сахаров, Кирилл. И они с телефона там себе звонят мне. Опять нас зажимают. Что нам делать? Я говорю, это не печать Антихриста. Да мы и так и не считаем. Но упритесь, держитесь, вы даете нам пример. Вот и все. А пенсию как получают? Получают? Получают, все получают. Все. Из ННН, чтобы не давать пенсии, такого нет, об этом обращают. Там уже система такая, что присваивают им. Он уже присваивает. Но я лично там не принимаю все. А там уже присваивают. Заявление приняли, но номер тебе все равно привесили. И у меня такое есть. Заявление написано. Можно написать. Мы беседуем с ректором университета. Сидят профессора. И он говорит, сколько лет преподаете у нас в университете? Это, не знаю, лет 12. И сколько раз? Ну, пара часов у меня, два раза в неделю. Вторник, пятница. Это 4 часа. И сколько получаете, нисколько? Как? Совсем нисколько, я говорю, нет. Да как же это так? Да сейчас же оформят. Я бизнесменам преподавал, они меня пропустили за 4, что ли, часа. Такие деньги. Я говорю, а за что? За то, что вот вели занятия. Я говорю, да у меня же никого звания нет. Ни образования нет. Ну нет, мы по профессорской вас провели. Да еще какие-то щепни Нобелевской премии лауреата. Я, который работает, кандидат, он журналист, редактор газеты. Он такое мизерное получает. Почему? Так у вас какое звание? Да у меня вообще никакого нет. Ну я пошел. Ну представь, это если крутонуть на 10-12 лет, то эта сумма-то какая. Я подошел получать. А у вас какое ННН? А у меня нету. Ну присвоить надо. Я говорю, мне не надо присвоить. Так деньги. Ну так мы не можем где-то. То есть я мог бы всыпиться и выиграл бы процесс на 100%. Даже думайте. Ну я отступился, понял. Попытка? Не пытка. И 100 рублей, не деньги. Я ушел и не получил ни копейки. Мне приятно вспоминать. Так ты боялся именно? Не боялся. Я его не боюсь. Никакой роли она не играет. Но пример. На что я способен. Вот и все. Вот я все прошу, чтобы рубашка всегда была застегнута вот так вот на все пуговки. Почему-то в галстуке масоны. Придумали галстук. Он был не таким сначала. А теперь если галстук снимает, то рубашка должна быть расстегнута здесь. Вот посмотри за своими. Посмотри. Все время рубашки расстегнуты. Да неужели эта роль играет спасение твоя пуговка-то? А ты так не рассуждай. Как ты так все могут? Ты попробуй, как я. А ты отвечал кто? Японский студент, где наши учились. Едут почти два часа в один конец. Он говорит, а нельзя ближе? Ближе можно, говорит. Общежитие. Там, говорит, дешевле. Так все делают. Пусть попробуют, как я. Едем жара. У них, говорит, костюм, как у нас в ПЗО черные, с юртукита. Я говорю, ну как-то рубашка без рукавов. Да так все едут без рукавов. А вот так пусть попробуют, как я. То есть все время вырабатывает в себя канзио, терпение. И поэтому, когда доходит до дела, как испытывать, он уже давно испытанный. Это кремень. Тяжело в учении, легко в бою. Я никого не боюсь. Вот его ответ был. И это пишет советский журналист, совсем даже не о друге, а только познакомился. Я один раз прочитал еще годы советского времени и понял, это пример. Так все могут делать. Пусть попробуют, как я. Людей не бойся. Бойся. До кого-то написано. Бойся того, кто может и душу в геене погубить. А кого бояться? В геене только дьявол губит. Дьявола бояться. В одном месте того, кто с большой буквы, а в другом с маленькой буквы. Бойся того, кто. Ну, когда с большой, понятно, речь о Боге идет. А с маленькой сатаны бояться? О нем написано, не бойся. Господь вскоре сокрушит его под ноги ваши. Риминум 16.20. Не бойся. Нам дана власть, сила наступать на скорпионную силу вражи. Не бойся. Так он, рыкающий лев. В житиях написано, когда он вышел из полин, там, выше деревьев. Схватился с ним, ты говорит, руки на крест, сделай у него вот так. Он сделал, он взялся, как с ног пустой. И он поднял его, грохнул и все, сатанул. Жития святых в чем-то, может быть, не понравится кому-то. Но там очень много примеров мужества, бесстрашия. Как они оставляют, все шли. Никакие пытки не могли. Как Эмильяна на сковороде громадно его жарят. Вся спина сгорела. Он говорит, переверните, людоеда. Один бог уже изжарился. Агахвина мучение. Она говорит, бедный, ничего у вас нет. Дров у моего отца возьмите, он плотник. Они еще насмешки творили над ними. Палец один отрубает. И он говорит, ради единого Бога я отдаю этот член. Да будет прославлен единый и святой Бог. Второй палец рубит, он говорит, да, два естества. Христос, Бога, человек. Третий, он отвечает, за святую троицу дарю три пальца. Четвертый палец, он отвечает, ради четырех евангелистов этих. Пожертвую все это, потому что они писали пальцами. Пять, пять чувств, я освещаю их. На каждый палец он говорит все из священного писания. Никакого страха нет. Если ты уверовал, ты сразу же должен просить у Бога мужества. Ты помог мужественному, Давид говорит. О страхах их не бойтесь, не смущайтесь. А было, чтоб ты боялся чего-то? Он открыто разговаривает, Хаджи Мурат. И говорит, было, когда царских сыновей убивали, там, в окно выпрыгнул. А я думал, ты никогда не боялся. Он говорит, больше никогда не боялся. Но было такое у меня. Да, я испугался. А далее, ну, далее меня арестовали, вели, и я понял, все, казнятся цепями. И когда проходили по ущелью, я бросился вниз. И падал с уступа на уступ. Но пастух один на третий день меня нашел. Все кости были переломаны. Но я был живой. И они меня выходили. Вот какое мужество. Когда я убил, говорит, одного черкеса, подполз, снять с него оружие, он взглянул на меня и сказал, ты убил меня, а мне хорошо. Прими, газоват. Газоват, это что? Всемирная война. Все, да маловладенцы должны воевать. Газоват. Объявление войны во всех направлениях. Уничтожать любыми путями врага. Газоват. Ну вот они газоват объявили там русский. Мы были в Чечне и везде. Мы ничего этого не видели. Не видели. Мы видели доброе к нам отношение. И где бы мы мусульман не встречали, везде хорошее отношение. А это звонит эта женщина-то, как ее? Звонила? Нет, она не звонила ни разу. Только в скайп выходила. Ну, 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 переговариваете? Нет, сейчас мы давно. Здесь вообще разговора никакого нет. Нет, после вашей встречи вы с ней еще общались? Было, да. Забыла, как звать? Самира. Самира. Означает по-русски собеседница. А, Самира. По-русски. Она во сне, говорит, я видела, меня назвали Валентина. Я узнала, что Валентина это сильная. Ну, я ей дал понять. Если ты вот приедешь, Самира, увидишь Валентина. Сильная. Это редкой души человек. Замечательная. Два высших образования. На четырех языках разговаривает. Ну, знает арабский язык. У них прямо на столе лежат две Библии. Синодальная при том, синодальная. Коран. И тут же Тора еврейская. У нас записано это все. Ну, а Божий страх пояснять не надо. Кто о Божьем страхе расскажет? Что это означает? Начало мудрости, страх Господень. И венец. Ну, поясняй, что такое страх? Боясь самого Бога Всевышнего. Все дела делаешь, делаешь перед Господом. Он живой. Он отзывит на тебя своим оком. Ну, и что? Ну, что? Бойся Бога. Чтобы не сделать чего? Греха. Помните, есть такой фильм «Искупление». Он говорит, и тогда, который не принимает, говорит, ну, и что из этого? Когда он объясняет, лепешку там ломает и показывает раны. И что из этого? Давай. Экклесиаста 12, 13 сказано. Бойся Бога и заповедь Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Добавить нечего. Если любите меня, Христос говорит, соблюдите мои заповеди. Любовь всему урожается. А заповеди все эти сокрыли от людей-то. Иван говорит, а в руки не давали. То есть людей тысячелетия держали. Не пускали на путь любви Божией. Только одно послушание, послушание. А куда послушание ведет? За царя шли, воевали, убивали. И вот наступил конец развязки. Какое было сегодня у нас занятие? На какую тему? Всему свое время. Вот. И мы пришли, что пришло время открытия Евангелия. И люди стали читать. Сегодня мне один в интернете вышел. Я впервые встречаю бесстрашного человека в православии. Первого, который все открыто говорит. Я ходил в православие, ничего не знал, уехал в Германию. Ну и услышал, где говорят, сейчас с баптистом хожу. Это за каждую душу придется отвечать. Православие-то засыпить, это не за что. Вот сейчас пишет знакомая из Франции, где мы останавливались. Иоанна, Иоанна. И она говорит, вот была здесь в Белоруссии, зашли в храм, литургия, постояла, ничего не понятно. Отец Аким у нас священник, 30 с лишним лет, священник. Он практически наизусть знает все. Но зайду вот в храм, я не пойму, где что читают. Одни одно, другие другое. Я не пойму, что здесь делать. То есть архиепископ, тогда был март, зашли где-то в храм-то, и он постоянно говорит, а что тут делается в храме-то? В одном месте покойника отпевают, тут венчают, тут Акафис считают. И это в одном помещении, и каждый громче старается другого перекричать. Ну а как? Многогласие. Отпеть надо, отпеть надо, приспичило венчаться. Ну а как? Что же надо? Ждать туда-сюда? Так можем венчание-то сделать на улице, вывести-то. Венчание? Ну да. Ну нет. Нет, а покойника можно на улице отпевать? Конечно можно. Но отпевать-то его и не надо, отпевать-то не надо, надо плакать. А какой там петь-то, когда его привезли безбожьего, он в храме-то не был. Очередь. Мы венчались у Миши Воронцова, Катя. Да. Ну выходим, а покойник, слева стоит очередь, процессия, все ждут. Скорее, пофотографировались, идем урок. Ну и очередь, если на как, приспичило. Ну опять-таки, это не в одно время у вас шло. Ну очередь, они уже стоят, ждут. А нам еще на крыльце сфотографироваться надо. А они стоят и все на глазах. Ну как-то фотоаппарат отверните, но нехорошо же так. Вот так вот. Страх Божий во всех отношениях полезен, страх человеческий отчасти полезен там, где сохраняет нашу жизнь. Потому что тело наше есть храм Божий. И храм надо хранить, чтобы он не протекал, не промерзал. И написано, мы, говорит, с отцом придем и обители у него сотворим. Вот сегодня какая была тема. Там объявишь дома. Тема, которую мы не скрываем, открыто все это. А тут потоком обвинений какие-то еще. Хоть сколько не обвиняй, но ты остаешься на месте. Ничего у тебя не меняется. Нам Бог дал заповедь не обвинять друг друга. А помочь, насколько это возможно. Поделиться талантами, какими Бог наградил. Какие? Если я все время на своих дрожжах сижу, это ма. Нигде не встречаюсь. Обличительного слова нет. Ответ от Бога. И вкус твой оставался в тебе. Поэтому заброшу тебя в дальнюю страну. А можно не по теме вопрос? Давайте. Теперь вопросы. Которые мы не могли толковать. Ну вот я сижу дома. Ко мне пришла сестра и доложила. Ты знаешь, вот в том конце деревни, вот тата и тата сделали то-то и то-то. Я сама этого не видела, не слышала. Ну я настолько ревностная. Я бегом побежала к отцу и Акиму. И давай разборки устраивать. Вот как вот. Это я правильно сделала или нет? Неправильно. Все. Больше вопросов нет. Значит, приходит один, говорит, Сократов. Я вот хотел тебе рассказать про твоего друга одно. Это такое. Он говорит, подожди. Ты знаешь, что это мой друг? То, что ты хочешь рассказать. Ты это видел? Он говорит, нет, я слышал только. Итак. Ты хочешь рассказать моего друга то, что сам не видел, дальше рассказывает. Он начал говорить. Так, подожди. Ты уверен, что это правда? Да нет, я не могу так сказать. Итак. Ты хочешь мне рассказать про моего друга, что сам не видел и не знаешь, правда ли? Ну, рассказывай дальше. Тому же и рассказывать не хочется. Так, теперь скажи, я тебе поверю, дружба наша с моим товарищем лучше будет, крепче или нет? Нет, я так не могу сказать. Итак, ты пришел, чтобы рассказать мне, что сам достоверно не знаешь, не видел и не уверен, дружба моя будет ли. Зачем ты пришел? Иди отсюда. И тому больше отвечать было нечего. Ну, я и получила. Ну, тебе понятно? Да. Это мудрец. Он набрал учеников и дома-то мало занимался. И забор повалился, и все. А жена Ксантипа у него была очень свирепая. Не такая. Набрал бродяг, ходят здесь, где попало, питаются. Он стоит и молчит. Она не знает, что дальше сделать. Помойное ведро схватило, в окно в него. Оттуда-то. Он голову вытер. А я всегда знал, что после грома дождь. Даже здесь, вот можно сказать, на века осталось это. Вытер свою лысину и говорит. Вот у нас в церкви батюшка, отец Никола, вышел причащать. Ну, девочке сколько лет? Ну, что, видать, исповедь? Не знаю, короче. Бабушка ее подводит. А вторая с клиросой говорит. Не причащай. Она, я видела, печенюшку ела. А бабушка-то, которая подводит, говорит, да не ела она. А она опять. Я видела. А эта батюшка говорит, ела. Девочка говорит, нет. И бабушка ее говорит, нет, не ела. А ты опять, да что ж ты будешь делать. А потом тата с клироса и говорит, ой, простите, я перепутала. А батюшка Никола с чаши повернулся и говорит, не видела, не говори. А если видела, не верь. Вот так. Вот не видела, не говори. Мы были у отца Кирилла, у него все по-старообрядчески. И вот ребенка подносят вот так вот, под мышкой. У него ноги там. И одна бросилась уже к причастию. Она быстренько подбежала и ребенку раз, лестовку на руку надела. Причащается без лестовки. Но ребенок совсем маленький. И она мигом накинула. Я сама не знаю, для чего. Вот вопрос. Мы с поклонами заблудились. Смеялись потом. Вы не знаете, как планировать. Там кому куда поклониться. Я уж когда в очередь стоял, думаю, ну я-то запомнил. А ничего, когда пришел туда, все заблудилось. Вот подходит у нас изображение. Мы два поклона делаем. Ну там, приложились к иконе. После этого еще отошли. А там не так. Сначала к иконам, потом к батюшке, потом друг напротив друга. Потом надо развалиться. Два назад еще поклониться. Народу. Столько реверансов. И они стоят и смеются. И даже если ты давно ходишь, то можешь сбиться. А у меня напарник был. Ну мы же по парам. Виктор Николаевич тоже, только безбородый дедушка. И он мне все показывал. Да не туда, а вот сюда. Заблудился совсем я. А вот Зосима кавказский приезжал. Епископ-то помнишь? Встречались там. Одна бабушка подходит вечером к Евангелию, а кофта расстегнутая. Ну просто жарко. Он ее раз. А ну застегнись как разбойник к Евангелию. И не допустил. Кофта теплая была. У нас тетя Тоня была, приехала, она в Тобольск поехала. А там отец Николай, отец таким его хорошо знает, на кладбище. Ну он любит выпить. Ну и бабки заходят одна по одной, это на исповедь. А он их и допрашивает. А ну прочитай молитву Святые Божие. А Святые Божие все крепкие, святые бессмертные. Он вот так вот за руках, в дверь ее, она бабка вылетает оттуда. Фу, пуп-то хулиган. Вторая заходит, вторая оттуда вылетела. Тетя Тоня подобралась. Все, ее очередь заходить. Не исповедует, просто швырнула в дверь, она в дверь, и на той стороне она, ну-ка читай, Святые Божие. Она, Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Где-то окучилась. Она подпольная монашка. Так, говори, в чем грешно. Надо сюда Святые Божие, сюда Святые крепкие, святые бессмертные. А налево уж ясно, что помилуй от левой стороны. То есть по-разному учат. Хотя Иоанн Кронштадтский. Прещищает она, ну рот не раскрывает. Он ложкой в лоб ей как звякнул. Раскрой рот. А она сразу рот раскрыла. Там бесноватое видно. Ну лжица это. Со всего размаху, как я и врезал полбу. Но он сам сознавал. Сегодня я сильно согрешил. Женщина с ребенком была. И ребенок кричал. Я так огорчился. Мешало мне проповедь говорить. Но потом вошел в алтарь, помолился и Бог простил меня. Дальше. Опять. Сегодня я сильно огорчился. Дьякон столько наложил ладану. Да какой-то ладан недоброкачествен. Такой дым был. А у меня 18 метр стоит даренок здесь. Закоптил все, наверное. А потом подумал, умру, кому все это останется. Согрешил я Господи. И я в алтаре преклонил колено и помолился. И Бог меня простил. У него связь живая была с Богом. И он знал. А то он бы мог не писать это в дневнике. Он подробно напишет. Какой он хороший был. Вот в этом вопросе, открытый. Ну, какие вопросы? Давайте мой маленький вопрос поднимем. Конкретно буду спрашивать человека. Согласны? Да. Почему почти всегда на занятиях дремлешь? Я сглаженное скажу. Не спишь. Почему? Да, засыпаю. Я без тебя вижу. Да не вам вопрос. Ко мне вопрос. Ну так. А я отвечаю, потому что я сладливая. На варе шапка горит. Это Андрей. Садится в глухонемой. У него трехлитровая банка. Ему дали молока. Не можешь остановиться? Воды дайте спитую. А я думала, ты слушаешь меня печально. А что слушать? Уже там ничего нет. Вот трехлитровая банка молока. А садится в телегу. Он подходит там, где эти борта-то заворачивает. И банка-то лопнула, и молоко потекло. Я говорю, зачем ты это сделал? Как ты сделал-то? Зачем сделал-то это так? А я вот так подошел, вот так ударил. Я спрашиваю, ну зачем ты мог вон там присесть? А я подошел, вот так ударил об уголку. И как я его не пытался, что ты мог потихоньку банка, молоко ехать, дома ждут тебя. А я подошел, вот так вот ударил. Такое впечатление, словно он специально это сделал, да? Он не специально сделал, но у него ответ один и тот же. Дальше отвечать нечего. Так, почему дремясь частенько? Мало того, самый настоящий сон. Почему? Бодрство не отсутствует. А нам надо бодрствовать, а оно отсутствует. Значит, грех какой-то неисповеданный. Грех неисповеданный. И вот он приходит и закрывает глаза. А вот видел святой один. Как ходит по храму лукавый и глаза закрывает людям. А в руках святки. И святок бросает, и кому он прилипнет, тот человек, говорит, изыскивает благовидную причину, чтобы выйти с моления на улицу. Ты не просто вышел, а на тебя пал святок. Ну не только благовидный. Я знаю вот. Вы почему не видели? Кто видел? Я не знаю про тебя. Вот Серафима самая пожилая у нас. 88 лет, наверное. Будет. И никогда она не садится на богослужение. Почему? Она большое значение отдает богослужение по ловичкам и прочее. И через это можно научиться тоже. Она никогда не садится. Она как свечка горит. Страх Божий имеет. Страх Божий в храме она имеет. Да и научись от этого. Вы видели, чтобы она спала? Нет. Ну и весь сказ. Страх Божий. А здесь только 5 минут не пройдет, уже все. Матушка Павла сидит на скамейке. А на огороде как трактор пашет сутками. За время на огороде я не пашу. Вот надо брать примеры от людей даже, которые рядом с нами. И хорошее от них брать. Мы с Володей накануне договорились. Давай так, брат. Сначала он в храме засыпает. И у меня бывало тоже сон нападает. Ну как бороться? Надо же бороться как-то. Ну вот есть. Давай варианты как-то. Ну вот давай. Как этот цветок-то называется? Шариками-то на конце-то. Как? Репей. Не. Идея, да? Идея. Ну это на тихо. Давай в момент засыпания, чтобы как-то это. Может так да. Или что? Какие варианты? Ну не будешь же в храме-то моего идеи-то. Хлестай. Хлестай. Понятно. Так что не поймут люди-то. Ну и мне мысль такая пришла. Давай, говорю, Володенька, так. За каждый засып по 100 земных поклонов. Сейчас пост идёт. Согласились. И мы дальше вторая мысль приходит. А давай так. Если ты заснёшь, я 100 поклонов. Я засну, ты 100 поклонов. Только дремота подходит. Так брат же будет поклоны за меня делать. Да стыдоматом какая-то нападает. И мы службу отстояли вчера, сегодня. Ты сколько раз заснул? Ни разу. А ты, и я ни разу. И мы вот таким вот образом победили. Это вот с маками, которые ходят пока. И хорошие цели. Самое лучшее мы в лагере вели. Перед богослужением дети должны поспать. Только дети? Прямо в среди дня. Только дети? Ну дети, взрослые. Мы не говорим, если кто желает. И взрослые, пожалуйста. Чтобы могли отдохнуть. Ну дети, это детский лагерь. Я перед богослужением всегда сажусь на табуретку и даю отдых телу, там минут 15-20 обязательно. И тогда бодро. Необходимо, чтобы сердце взяло нужный ритм. Ну и какой у тебя еще вопрос-то? Все понятно, да? Ну да. Ну тогда я тебя... Вот с Серафимой пример брать надо. Всегда. Захочешь спать или садиться, глянь на нее. Да. И вспомни, что насколько ты моложе ее. И все. Лично у меня... Ты сам себя уж тыми. В этом плане примером. Я сейчас как-то вот несколько лет назад стояла. У меня ноги вот нагадные. Ну вообще вот, ну никакая. И меня удержало вот именно то, что Серафима стоит, и я сяду. Ну как это? Я потом ей сказала, вот видишь, говорит, я тебя... Я стояла не одна, я еще и тебя держала. Ну нет вопросов больше? К потолкованию можно задать вопрос? Тебе приходили знакомые по Теряевски. Что им больше всего понравилось у вас? Ну у нас я не могу сказать. Там разговор шел в общем. Ну это надо спросить у Татьяны кому-то. Я же не могу так вот сказать. Это нехорошо. А вообще им понравилось все. Как приняты они были. Наша беседа, все-все-все. А, сын зашел в баню. В бане понравилось, что махонькая. Я говорю, ну большое-то топить надо. А мы вдвоем. А народу много. Ну народу много у нас же летом. Обмоются, ничего. Один месяц, там два. А десять месяцев топи махину. Мы, говорю, протопим. Три дня у нас. Моемся в бане. Три дня. Тепло. Вода теплая. Потому что маленькая. Мы им очень много рассказали о нашей жизни вот здесь вот. Мы им попытались посоветовать. Даже они, ну она еще сидит. Ну что вы ему такое говорите. Данилу в смысле. Я наоборот хочу, чтобы его сюда переманить. А вы как бы вот. Мы говорим, мы с удовольствием. Мы рады, что переезжают сюда люди. Но мы говорим против того, что чтобы человек, приехав сюда, потом у него не было ропота. Чтобы он не раскаялся, не пожалел. А так, пожалуйста, говорю. Мы все рады и поможем, если в каком-то плане там за советом прийти. Каждый готов это сделать. И тем более, как у нас все уезжали, уезжали, уезжали. А тут стали люди к нам приезжать. Да мы только рады этому. У нас и школа теперь. Они еще приедут. У нас в Орлушка и вот этот мальчишка. Вот уже опять первый класс. Два ученика. Чтоб не ошиблись адресом. Чтоб не было потом ропота. И говорили распроклятая потеряевка там. Не надо этого делать. Звать не надо. Наша ошибка была, когда я и тот раз батюшке сказала, когда мы звали. Ну, первые годы ладно. Сейчас никого не надо. Вот ты приехай, посмотри. Если хочешь, живи. Звать никого не надо. Нам семей 5-7 еще и больше не надо. Но если будут хорошие люди. Помните, Бог даст. Как Бог даст. Как Бог даст, да. Помните, когда... Мухи в Двухимском доме. И вот Игнат Тихонович ее привел. Говорит, вот ты с ней поговори. Как она тебе ответит. Вот она, Люк, ну ты мне вот скажи, вот стоит сюда переезжать или нет? Вот жить в потеряевке. И я ей, знаете, сказала, говорю, Тань, если ты на себя рассчитываешь, вот на свои силы, на все 100%, переезжай. Если надеешься, что тебе будут ходить, помогать, там вот ты, кто лучше не ехать. И вот она не приехала. И когда вот с ней вот этот случай случился, вы знаете, у нее какая-то вот скорбь и огорчение. Думаю, может быть, вот... Она наняла рабочих, отремонтировать там на кухне туалета. Что там было неизвестно. И один из них топором зарубил ее, убил. И запер все, и уж, ну, его на другой день уже поймали. Ты спросила Татьяна и Данила, и которые сейчас приехали, вот новые, тоже Татьяна и Данила. Тоже Данила, да. И не сразу сообразила, о ком. А можно вопрос по описанию задать? Давай. Вот мы тут вечерами проводим занятия, по Слову Божьему, у Надежды Васильевны Лапкиной. Вот. И у нас читали одну притчу, я прочитаю ее, и толкование короткое тут есть. Матфея 13 глава, 44 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, толкование. Поле, мир, сокровище, проповедование веры и познание о Христе. Оно сокрыто в мире. 1 Коринфянам 2,7. Ищущие знания о Боге, находят его и все, что имеют, то есть и языческие учения, и злые нравы, и богатство, тотчас бросает и покупает поле, то есть мир. Ибо тот, кто познал Христа, владеет достоянием всего мира, как собственностью, не имея ничего, обладает всем, содержит в рабском подчинении себе твари, повелевая ими, как Моисей и Иисус, Илья и другие. Ну вот, как он этим, как обладает этим миром, вопрос вот у меня такой. Более попроще, чтобы понять можно было. Как он, вот именно к вам, Игнатий Ильич, вопрос. Обладать этим миром может и тот, кто отрекся от него. Поэтому он им и обладает. Свобода достигает поставленной цели в этом мире. Святого со Христом. Ничего не имеем, мы всем обладаем. Вот на какаху-то могли, даже простое дело, мы в мире были, в мире ехали. И буквально везде все у нас было не так, как у людей. Вот сейчас какие, этот гуманитарный поезд, около 300 КАМАЗов, почти 2000 тонн в Луганск идет. Какая проверка, каждая по отдельности. Международный берет у них, проверяет, документы составляет, каждую банку сгущенки. Представьте, так это под охраной государства, а мы-то в чужом государстве. С нами, кажется, вообще что угодно можно было делать. И было такое. Нас тормозили очень крепко, спотыкались. Но мы владеем этим миром. Взять в Турцию, это самое сильное было свидетельство. Безмолвно мы стояли и молились. Мы не знаем, какие эти люди напротив девушки сидят в окошечке, которых пропускают. И вдруг одна из них выносит горящая среди ночи. Там что там, кофе или чай, или что там. Чай был. Чай. Вот. И это не один раз мы не обладаем. То есть мы уже ею обладаем. Теперь начальник там разговаривать с вами не будет. Вокруг нас это какая-то мафиозная группировка. Все это. И мы только молимся. Мы слышим, говорят, этих нельзя. Ничего мы не делали. Мы молились, поднимали руки, простирали здесь. А люди идут и идут и идут со всех сторон. И фотографируют. Еще только не было. Мы обладаем этим миром. В этом мире все, что есть наше. Вот мы вышли на корабле, едем из Греции в Италию. Стоит человек. Я вас спросил по-английски. А кто вы такой? Я подумал, китайцы, он говорит, корейцы. Мы с ним как разговаривались. Мы одногодки, кажется, оказались с ним. Фотографировались. Он наши документы все это фотографирует. Теперь. А у них целая большая группа. Он нам не враг. И он другим рассказывает, показывает и прочее. Ту же священник, который мало с нами знаком. Но поговорили. И у нас хорошие отношения. И мы уже везде буквально. Где бы мы ни прошли, обладаем всем. Все расположены. Я сижу в самолете. Первый раз. Фейн Эйр. Компания. Из Финляндии в Америку. Она проходит, несет там весной. Я говорю, у нас пост сейчас нельзя есть. А что можно? По-английски спрашивают. Ну, пост можно. Вот там зелень какую. Так они как будто давнишние мои друзья. Ко всем, говорю, два раза подошли, ко мне четыре раза. И орехи, и землянику. Мы обладаем всем миром. Я ничего не делал, ничего не просил. Я обладаю то, что у них там есть в холодильниках. Она все принесла. Это в 92-м году было? Это 20 лет назад, и я все еще помню. Как родные и близкие. Почему? Дух Божий. Обладаем мы этим миром во всем мире, что только есть. Все наше. Все покорил под ноги наши. Потому что мы не просто видим, тварь такая, корова или что-то. А мы понимаем, это Божье творение, Божья трава. И она ест, я благодарю Бога. А с чего получается? И понимаю, я как сын, окормляем им, он посылает мне все. Я получаю от любящего отца. А эти люди тоже получают. Получают, но они не благодарят и не знают. Они не обладают. Он получил подачку и все. Даже не получил. Он просто взял. Мы обладаем этим миром. Вот сейчас какие невзгоды. Дал власть нам над этим миром, Господь. Если мы эти законы больше соблюдаем. И все к нашим услугам. Я обращаюсь к властям. А мне говорят, а приема нет, а бесполезный разговор. Это ничего, тут ничего не сделаешь. Ну попробовать можно. И вдруг судья склоняется в нашу сторону, прокурор в нашу сторону. И все три процесса я выигрываю один за другим. А ведь судиться-то не просто я. Это ГТРК, телевидение, газета «Московский комсомолец», когда навалились они по лагерю. Мы обладаем вышестоящими, которые есть. Это Бог так делает. Представь, мы ведем занятия. Занятия открытые в университете. И приходит ректор, и Сергей Владимирович. Зашел, там снимки сохранились, мы за руки. Он обнимает, целует и говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Мы обладаем. А это доктор наук, там у него столько званий где-то. Я стою, там перед ним Порошенко. Не стою вот этот. Помнили-то Порошенко. Никакого значения не имею. Все не так. Мы обладаем этим миром, если доверяемся Богу. Да как это к вам так? К любому. К любому. Где бы ты ни был. И Бог так делает. Ты только не бойся и не смущайся немало. Только веруй. Ты только веруй. И исцеление все Бог подаст. Заходит врач в больницу. Я в больнице лежу. Операцию сделали. И врач, уже привыкли к ней. И она оборачивается и говорит. Вот я лечу вас, и лежу, ни у кого улучшения нет. Вот только у вас улучшение на меня. А эти-то все уже лежат давным-давно. И до операции, как они на четвереньках стояли, грыжа позвоночная. Там мне уже сделали вырезы, у меня еще две. А я уже хожу в спортивный зал, уже гимнастикой занимаюсь и все. Почему? Мы обладаем этим миром. Что мне для здоровья нужно? Бог все дает. И тут точно так же. Представь, я лежу в больнице. Все одинаковые врачи. Они меня не знают. Принесли молочную кашу. Я говорю, сейчас пост нельзя. Вам сейчас специально будут готовить? А я и не прошу. А как вы будете? Я говорю, да дорожи, Слав, пять дней. Я и так проживу. Забегали, принесли, на воде сварили. А что еще будете? Картошку нечищенную. Я с удовольствием поел бы. Ну, только не разварите ее, чтобы она сухонькая была. Все принесли. Приносят какой-то там томатный сок и прочее. Они первый раз видят меня. И эти, которые все в палате-то смотрят. Мы обладаем всем миром. Это, ладно, я в железнодорожной больнице лежал. Но это уже было и в краевой. Одинаковые отношения везде. Как себя поставишь, да? Звонила... А как себя поставишь, да? Понимаешь, даже поставить некогда. Когда меня привезли, на операцию положили. У меня разрезали. Ну, потом-то уже... Ну, потом это просто... Островление идет уже вот здесь. Меня еще операцию не делали. Я первый раз в этом кабинете. Первый раз вижу врача. Я не знаю, что это кандидат медицинских наук. Потом доктор медицинский. Шойхат Яков Нахманович. Я сказал, я на операционный стол лягу. Меня привезли со стройки прямо. Я должен помолиться. Он говорит, молитесь. Я склонился, стал молиться. Он потом мне рассказывает. У меня, говорит, ассистент стоит, смотреная. Ну, Яков Нахманович, ну сколько можно ждать? Тихо. Спокойно. Наконец помолились. Я спросил вас. Он мне рассказывает. Все, все. Ну, ложитесь. Мне сделали операцию. Мы уже познакомились с ним. Я лежу и молюсь. Теперь меня привезли в палату. Самое больное, когда все эти порезы, которые обезболенные, начинают отходить. Внутри перетянутые кишки были там это все в это время. А я в это время, он, тут же были студенты, видимо, медицинского института. И они в палату зашли. И он говорит, а как вы с ними беседовали? А тут лежал один летчик после операции. Ну, уже на ногах был. Как он нападал на вас? А победу-то вы одержали полную над ним. Он спустя лет 15 уже мне это напоминает. Еврей. Еврея нельзя лечиться. Да еврея так и надо лечиться. Я рассказываю о живом человеке. Он сейчас живой. Зам губернатора Алтайского края был. Он меня первый раз видит. А потом приезжает по теряйку. Когда вторую операцию делать, он там самые современные, какие что вставляет, не знаю, там из платиновой пластины, говорит, сделаем. Там первый раз. Ну, здесь второе-то уже знакомое положено. Чем это вызвано? Бог. А Бог? Меня привезли. Я ничего не мог сказать. Меня просто на каталке закатили. И поэтому, как себя поставишь? Я никак не мог поставить. Я не мог разговаривать. Бог. Ну, а дальше, дальше уже от меня зависело. Как раз тут я отказался от молостной пищи. Вот я проведу случай. Ну, это уже, да, дальше. Но перед операционной. Он Бог сказал, что ты выдумаешь? Вот Серафимову сейчас возили. Так она молилась, и врач говорит, вся больница знает, какую бабку привезли. Говорит, я режу, а она молится и молится, и за врача, и за руки, и за скальпель, и за все. И она всем рассказывает. Бабки-то они как молятся-то? Она не знает, значит, даже как назвать это. Покрой меня святым эмофором. Она не знает. И молится, стоит, и Господи. У меня Васенька-то в армии служит. Да покрой вас святым светофором твоим. Начальника роты там помилуй. Начальника части. Начальника батальона. Бабка-то военная стоит. И перечисляет все воинские части. Она за всех молится. И ты не думаешь, что там мимо идет. А вот к Васеньке там отношение другое. Я говорю, как, я не знаю, почему так. Ко мне какое-то особое было отношение. Это особый дух, запах. Это верующие. Церковь молится о нас. Мы обладаем этим миром. Я вышел. А вы где были? Я говорю, в прокурорах края. Пороскул Юрий Федорович. И вы на прием попали? Я говорю, да. А как вы смели? Я второй год хожу, не могу попасть. К заместителям толкают все. Ну, я настойчивый, я добьюсь. Второй год. А я подумал, я у него бываю и днем, и можно сказать, даже ночью. В любое время, когда я захочу. Не менее 30 раз я обращался к нему. И он составлял комиссии, которые приезжали, когда оформляли нам землю. Все это, это все он. Генерал-лейтенант. Он живой еще? Живой. Ну и что теперь? Мое-то там. Я дарю книги. Он говорит, так я не возьму. Надо рассчитаться. Открывает сейф и начинает за книгу рассчитываться копейки, которые у него там лежат. Одних копеек мне шапку наложил. Ну, монетами. А это, выхожу, а там, кажется, Колесникова была, но она тоже прокурор, но принимает, посетителей отправляет. Вы почаще приходите. Юрий Федорович очень строгий. А когда вы бываете, он какой-то тихий такой весь день. Мы хоть отдыхаем, говорит, вы почаще приходите. Смешно, конечно, но когда он был в больнице, я его там нашел. И там побыл. В отдельной палате он один для него. Вот мы обладаем всем миром, не имея ничего. Это не только здесь. Я говорю, самолет летит в Америку. Они меня никогда не видели. Но отношения особые. Люди смотрят, а кто вы такой? А почему? Священник летел. Летел, да еще начал приставать, там, да выпивши. Лебедев, отец Лев. А потом это все это пишут. Оставил, говорит, после тебя след богослов. Надо ему это было. А тут нет ничего, молились и мы полетели. За нас молятся, в дороге молятся, там молятся. Ну, Бог слышит. Вот мы были в каких обстановках, где он, Виктор Николаевич, знает. Где мы ехали? На каких уступах были? Смотришь, выезд только с этого моста. А там мост стоит на сваях, каждая свая, наверное, 100 метров. Не видно даже. Люди там где-то копошатся идут. И везде Бог сохранил. Только проехали. А когда мы ехали с Дальнего Востока, дым, авария одна за другой, туман. И мы едем. Ни одной аварии не сделали. Просто едем, а впереди себя на два метра почти не видать. Туман и дым. Горят машины, которые там разбились. И мы везде проехали, никакой задержки. Бог. А сколько раз нас задерживали. Говорят, в Ростовской области банда. Банда и там руководила нам милиционер. Останавливали, убивали и прочее. Нас они тоже останавливали. Я припоминаю по написанному, как выглядели-то. Были. Нормально. Только открывают. Как? Ряпкнула наш ураган. Они назад. И все. Проверять. Доезжайте отсюда. Им это не надо следы оставлять. Может, они и были. А мне говорили, собака не нужна. Нужна. И к нам отношение особое было. И милиционер машет рукой. Езжайте, езжайте. Какой там проверять? Ну, вот тебе и ответ. Спасибо, Иристос. Звонила Татьяна Новикова. Задала такой вопрос. У нее дочь беременна, лежит в больнице. Кристина. Кристина, да. На сохранении там или как. Очень хочется ей молока. И вопрос, существует ли послабление в посте для беременных? Нет. Масло и елей. Она просила глины. Вот первый дом строили, там большая куча. Мы можем маленько отрезать лопаты две. Она просила глину. У нас вот врач, терапевт, профессиональный, с красными дипломами. Она не надо вредно пилюле. Я говорю, это нет. Вот природная, что она, это вреда никакого не оказывает. Пропускаю на глину ее, у нас много ее. Ну и дети у них тридет, то мил, то еще. Дети известки соскребают уже. Вот Татьяна спрашивала, кому звонила? Тебе? Мне, да. А когда ты звонила? Какое время она тебе звонила? Она мне звонила после того, как позвонила вам. Она говорит, то ли батюшка не расслышал, то ли я не расслышал. Просто она не доверяет. То ли недопоняла. Но я там... Она... Я ей выложил. Самовольно можно. А по канонам, по правилам нельзя церковным. Не то, что беременна, разрешается послабление на пост только женщины-роженицы. Не беременна, а роженицы. Если ты родила сегодня, в воскресенье, можно баню истопить. А роженицам что там послабление? У нас в Росносе разрешается вино или растительное масло. Растительное масло. Все. А молоко... Никому никогда, нигде. Даже в мыслях такого не... Нет таких правил. Патриарх не может разрешить. Вот монахам нельзя есть мясо. Вообще, да когда разрешено другим, а им нельзя. Но монах... Хочу козленку. Вот не знаю, хочу. Я ее перец монахи не даю. По хоме, когда узнал, он как расчехвостил. Ну вы видите, человек, душа в чем... Дайте ему козленка. Идите, купите на базар, закалите и пусть поест. Он поел, ему легче стало. Он не нарушил пост. А во время... Ну монахам нельзя... Мясо-то сами они на себя приняли. А пост вообще нарушать, это не время постное было. Никакого. Батюшка, у меня гастрит, перитонит, там начинает перечислять молочка. У него нет власти, он не может. Но он священник. Ну давай ему говори. Батюшка, запиши мне в отряд космонавтов. Я тебе сливок литым дам. Ну запишет он. У него власти нет. Ни у губернатора, ни у кого этого нет. Что просите? Вы не знаете, куда идете. Вы что просите? Вы не знаете, что вы просите. Ну, хорошо мы тут собрались? Хорошо. Приятно. Мы сначала в тот дом пошли. Там вас противились записи. Давай допрашивать, какая тема будет. Я говорю, поднимайтесь, переходим. Тут свободнее будет. Там я положил на стол, зашел на веранде. Там Александра Михайловна послала тебе вот такой помидор. Ой-ой. А ты Игнату Тихоновичу передайте. Это любовь. Люди, которые смотрят, как мы нас встречали. Все записано. Ролики. Встречали здесь. Ты тут вышел, встречала за околицей нас тут сосит. И все видят, какая любовь. Это не прикрыто. Это все явное. Какие сияющие глаза. Люди все. Там одна за другом Александра Михайловна. Виктор Андреевич. Все подходят, целуют. Там Людмила Степановна обнимает, прижимает. И все это на видео. Людям приятно видеть. За нами следили. Молились. И называли возвращение. Возвращение. Мы это... Мы хотим задержаться до завтра. Так. Батюш, у тебя вопросы какие есть? Нет, ничего. А что у тебя смешно-то? Да как-то вышестоящее лицо вопрос есть. Нет, ничего. У священников-то больше всего вопросов и должно быть. Они с такой ситуацией иногда переплетенной связываются. Мне еще раз звонит Давыд. Я из Рубцовска, диакон. У нас такой вопрос, Игнат Тихонович, ответьте. Вот на одном престоле, в воскресенье, одной литургии можно слушать только. Я говорю, да, у католиков можно десять. Ну, я про православность спрашиваю. Вот престол, значит, только один. Ну, один так вот принято все. Я не нахожу никакого оправдания. Ну, так вот принято. Ну, а вот у нас сделали мы так, что взяли из другого прихода, принесли второй престол, поставили. Ну, а мы не на том. Можно. Мы на другом. Мы из другого занесли. Другой как престол, престол. Нет, ну, здесь видите, что нельзя, если престол, освященный по полному чину, если в престоле заложены мощи. Тогда, как бы пора, можно и без антиминса, но все равно антиминс лежит на престоле. На таком престоле, а если престол, как вот у нас, у нас престол освященный, не освященный. У нас просто, я сделал стол, как престол он стоит. А на престоле антиминс. Как стол. Понимаете? На этом антиминсе нельзя двор, а если другой антиминс, ну, может быть, и можно, наверное. Вот я говорю, вам зачем это нужно-то? А вот архиерей, когда узнал, там все такое-то-то, ну, и запретил под запрет. Я говорю, он начальствующий, генеральское звание, а почему вам это нужно? Ну, вот решили литургию вечером делать, литургию вечером разрешенным. Патриарх Алексей Первый Семанский разрешил финляндской православной церкви, которая относится к московскому патриархату. И они попросили разрешения, ввиду того, что люди работают, не успевают вечером. На законном основании. Вы спрашивали разрешение? Нет. Ну, что тогда спрашивать? Ну, вам зачем это нужно-то? Вы, не об этом сейчас надо рассуждать-то вам. Народ, вечером, утром они все равно ничего не знают. Это столбы. И столбы гнилые. Они ничего не знают. Вот мы были во Франции, она православная и Анна. По ихному Жанна. Ну, вот, Игнать Тихонович, считаю ваш трехтомник, и как все правильно написано. Были мы сейчас в Белоруссии, вместе с семьей прилетели. Отец француз, а мать белорусская. Зашла в храм, ничего не могу понять. Ничего не могу понять. Пожалуйста. Почему сербы сумели это сделать? Литургия у них 45 минут. Литургия, при архивии 45 минут. Так на родном, сербском языке. И они в каноническом общении с московской патриархией. К ним никаких претензий нет. А вот у нас была тут одна из старобрядцев, а у нас служба 6 часов, а бывает даже 12. Я говорю, да такое искусство спать на ходу, как стоя у старобрядцев, редко у кого. Да 12 часов-то ты в туалет только сколько раз сходила. И что же вы 12 часов тут делали? 12 часов. Всю Библию переворачивали. Вы не знаете ни одного события библейского. Это было еще разъяснило немножко молитву. Вот у нас в университете я вел занятия, технический университет. И перед каждым занятием пели Царю Небесный и Утешители. А потом я объяснял молитву. Я после. А один сидел, все время записывал. И когда я больше ходить не буду на занятия, кто-ли уезжает, и две коробки, кассет принес, это я вам подарить хочу. И оказалось, что он записал 60 бесед в среднем по 20 минут, которые я говорил, объясняя молитву Царю Небесный и Утешители Души Истиной. 60 бесед. И ни одной повторенной нету. Сколько в ней заложено? Я ничего не выдумал, нигде не читал. Просто я молюсь, и Бог это дает. Когда между уроками перерыв, я хожу по коридору и молюсь, Господи, покажи, как мне на следующее сказать-то. И Бог берет, можно прослушать. 60. А его спроси священника, а то он одной не скажет. А что там говорить? И так понятно. Так понятно. Я тебя подряд буду спрашивать в этой молитве, ты запутаешься. Я как-то одного священника спрашиваю. Вы знаете, что написано? Не пробовляясь словам Господним, чтобы он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Всякое слово Божие чисто. Притча 30 глава, 5-6 стих. Ну да, добавлять нельзя. А молитва очень наша. 6 глава. Евангелие от Матфея. Она Божье слово или нет? Ну да. А зачем ты добавляешь слова? А какие? Я тебя спрашиваю. Ибо твое есть царство, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа. Откуда Отца и Сына и Святого Духа ты взял? Если это молитва Господня. Если это не молитва, тогда можно. Но это молитва Господня. Молитва взята из Евангелия. Зачем ты Отца и Сына и Святого Духа? Зачем вы эти накрутки делаете? Спустя полторы тысячи лет не можете опомнить из-за страха, который нагнал Арии на вас. Надо, не надо, везде счастнейший Херувим. Зачем вы это делаете? А что там написано? Ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Наши считают. Я говорю, запишите на бумагу. Во веки веков. Где ты слово веков нашел? А чего привязываться? Каждая буква имеет значение. Ты была Сара, а будешь Сарра. Ты был Авраам, а теперь Авраам. Буква одна. Решает мировую историю. Авраам означает странник, пришелец, бомж. У него ничего нет. А Авраам 2, это отец множества народов. Отец множества. У тебя везде кровь, покров, еда, все есть. Отец. Разница есть? А ты говоришь, ничего не значит веков. Нет веков, ты зачем ставишь-то сюда? А священник может? Не может. Страх человеческий побеждает все. А сказал бы, нет этого, я не могу пойти на это. И все на этом конец. А он уже не устроит. Язык уже повернулся от Отца и Сына и Святого Духа. Слова хорошие. Не надо хороших слов. Вы знаете, как добавил Моисей, всего только четыре слова. Четыре слова. И Бог сказал, и ты не войдешь в обетованную землю. Да это из-за того, что жезлом ударил. Ты Библию не читал. 105-й Псалом читай. Написано, и погрешил Моисей устами, ни руками, ни жезлом. Что ты придумываешь-то? Они Писания совершенно не знают. Погрешил устами. Неужели из этой скалы? Четыре слова. И все. И Бог сразу сказал, не нужно мне это. Не нужно. Ты не войдешь в обетованную землю. Ты не явил святости моей. Погрешил устами. Легко это слушать священникам. Я ему рассказываю, говорю, ты даже не осознаешь этого. А когда ты понял, ты все равно продолжаешь свое топить. Надо решительным быть. На что Серафим Саровский сказал, не хватает решимости. Перешагни это. Я Бога боюсь, и в этом сказано все. Вот страх Божий. А это страх человеческий. А как так везде, это так принято. Участь боязливых в озере Огненном. Ты читал? Откровение 21-27. Участь боязливых в трусливых ни одного в районе не будет. Там только, как Иоиль говорит, кажется, 2-10. Туда, Господи, веди твоих героев. Только герои веры будут. Трусливые и боязливые будут гореть в огне. Между ними небольшая разница есть. Все время поджатый хвост. Как у собаки. А кошка хвост не поджимает. Она вольное животное. Ты не видишь, чтобы кошка поджала хвост. Никогда. А женщина в доме говорит, это кошка. Сейчас пришла статья такая. Она о себе говорит, артистка. Это женщина, это кошка. Кто погладит, тому и ластится. Вот она о себе говорит, при том артистка. И очень известная. Очень известная. У меня на столе лежит этот журнал. Ну, понятно. И понятно. Вот. Я сказал, вы запишите. А только она не была батюшки. Считает, отче наш. Избавит лукаво. Потом, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеную. Это по старам брященским. Нет там этой молитвы. Это к ней относится? Да, к ней. А раз к ней относится, то одна молитва, она заканчивается словом Аминь. Дальше ты, Батвуи, Сарство и Силы и Слава во веки. Точка. Понимаешь? А что оно означает? Там одно слово. Тебе рассуждать не надо. Ты уже отступник. Уже отступник. Не прибавляй и не убавляй. Златоуст говорит, в одной букве великое значение заключается в слове Божьего. В одном слове. А Златоуст как читал? Так и читал. Как? Как написано. Не добавлял? Никто не добавлял. Вот сейчас к Златоусту добавляет и говорят, это Златоуст сказал, а у него этого нет. Я говорю, вы смотрели в оригинале у него как? Да. Нет. А как что утверждаешь так? А вы смотрели? Есть такие книги, которые показывают. Ничего этого не было. А такое же? Ну сейчас некоторые священники служат оглашенной дзяти, вообще не читают. Вообще выкинули. Я говорю, это не литургия Златоуста-то. Вы же обмануете людей-то. Литургия из трех шестей состоит. Про скамедии, литургия оглашенной, литургия верных. Ну, что-то не так, говорю. Зачем вы это делаете? А все равно никто это не знает и никто не выходит. Нигде этого не исполняется. Неправда, я говорю, у нас исполняется. Надо шагнуть один раз. Шагнуть навстречу правде, чтобы светом тебя осияло. И тьма отступит. И не думай, что ты геройство совершил. Почему? За тобой Бог. Священное Писание. Так говорит Господь. Еремея ползет разбитый. Так говорит Господь. И больше я ничего не знаю. А в Минусинске, вот когда изыдите оглашенные, выдвигается дверь, вот так вот. И вот так вот она под стекло. Они видят, а эти здесь стоят. Представь. Они смотрят. А? А смотрят они. Ну, они за дверями, они видят. Они не должны видеть. Не должны видеть. Не видеть, не должны. Они должны, Ан-Затову говорит, видеть. Они не должны видеть. Да. Что тебе не понятно? Они не должны видеть. Ну, что они? Ну, главное, что... Если в храме все верно находятся, а оглашенных нет, надо говорить, оглашенных забить? Надо. Надо. Надо, потому что есть самоотлученное. Никто не знает, что он отлучен за грех. А он знает, что только что согрешил. И он сразу почувствовал и вышел. Это неизменное. Это неизменное. Бог установил, и не тебе это решать. Ты слышал сегодня имама-то застрелили опять? Ну. Где? Дагестане. И главное, Расул Ганзатов его, кажется, звать. Тоже. Он мусульманин. Мирные отношения были с православными. Они не нужны. Свои же убивают. Выходил из машины в затылок. Два года назад его преемника, это, кстати, предшественника, видимо, убили. Не нашли никого и сейчас. Мусульманин он. Жалко. Такие люди, которые по правде поступают, они ближе к Богу, чем мы, христиане. Дмитрий Смирнов говорит. Это действительно так. Когда совесть пробуждена, тогда легко Дух Святой касается его. Это хорошие люди погибают. Вопросы, которые люди задают, и они не по Писанию, мы сразу должны сказать, несмотря на авторитеты. Но Патриарх сказал, поторопился, значит, референты плохие. Это не сходится с Писанием. И весь сказ. Я разбираю ответы Кирилла, тогда был митрополит. Ну, 60 вопросов. У него, примерно, 5 отвечены правильно. Остальные неверные. И эта книга все поместил. А в старой Брящинске тогда был Адриан отвечает. Точно тебе такой же процент. И хочешь, чтобы после этого Кириллу понравилась твоя книга или Адриану. 40 вопросов, только 5. Да, и Алексей второй отвечает. Тоже самый процент. Я отвечу, как он отвечает, вопрос к нему. И дальше я говорю, как нужно было ответить. Вот это он, и дальше разговаривает, почему он так ответил. Вот это страх человеческий, вот это он не знает. А вот это по привычке просто сказал. Конечно, люди, которые считают книги, они говорят, мы никогда не считали и не встречались. Сегодня только один говорит. Это я впервые встретил в православии, когда открыто, бесстрашно говорят. А я ничего не считаю особенным. Так говорит Бог, и на этом все. Он нашел это. Нашел на нашем форуме. Бог повелевает. И мне не надо задумываться. Его мнение, чтобы он обо мне хорошо думал, относился. Конечно, мне было бы приятности. Патриарх сейчас приехал в гости, ночевал в моем доме. Корнили там. Ну где бы он ночевал? Что, залез на палате? На первом этаже. На первом этаже. Местер бы я на второй. Симонариста на второй. Сосвоил я не пойду, я старший. Симонариста на третьем может быть. Ближе к Богу. Было как-то. Картошку копали мы. Ну я сказал, кто может приехать, приехайте. А Валентина Павловна Канева тут умерла, которая это, она. И что, никто не приехал? Я говорю, что это Брешнев что ли приедет? И приехал. Приехал. Я говорю, приехал. А где он спал? Ну где спал-то? Если бы приехал, я говорю, на картошке бы, как куча-то картошки-то лежит. И там прикрыли бы маленько. И не замерз он там. Она прямо это... Искренне мерила. Я ей впереди-то говорю слова, что неужели он? Она эти слова внимания не берет, а только то, что приехал. И как вы его укрыли? Да укрыл, все хорошо. Ботвой маленько прикидал. Вот у меня было такое. Сатану увидал. Говорит, а как ты его увидал? Ну увидел. Только в образе человека. Меня положили в больницу краевую. Приходит Виктор Андреевич и говорит, тут профессор один. Он что-то слышал о вас. Татарин. И хотел с вами побеседовать. Я говорю, ну пусть идет. Вот он пришел, мы в коридоре стоим. Он мне вопрос, я хотел с вами побеседовать, ваше мнение. Но я ему отвечаю, так написано. Он вопроса два задал, а потом... А вы своими-то словами можете говорить? Что-то у меня цитаты, как цитатник Маузедона. Я говорю, так это Бог сказал. Он еще задал опять, нет. Я думал, вы можете ответить своими словами. Я говорю, а я вас сразу узнал. А как вы узнали? Так вы в раю еще, когда мы с Евой подходили. Вы хотите меня через заграду перекинуть на ту сторону-то? Ну а дальше со мной расправитесь. А я во грани послушания нахожусь. Бог сказал божественное слово. И он, Виктор Андреевич, говорит, я разочаровался. Я об этом человеке столько слышал, а он оказался не такой. А он, говорит, такой баламут вообще-то. А другому, наоборот, сильно это понравилось. Это знаешь же, это как-то умно-то как. Я говорю, ну а-то никакого тут и нет. Я просто цитирую. Я просто знаю где. А то, что знаете, дедок, это еще больше ум. Это Бог сказал. Я полюбил это слово. Я люблю моего Господа. И слова его я целую. И поэтому даю с таким наслаждением и радостью. Ты прочитай несколько раз. Ты увидишь, что там заложено в них. У меня сейчас вот одна, не православная, но очень духовный человек. Валентина, к слову сказать, звать. И вот она говорит, а как вы смотрите, Игнатий Тихонович, вот на это. Вот я просто нуждаюсь сейчас в этом. Вы не могли бы обо мне помолиться, как об итальянке, о которой молился. Она ждала ответа от Бога. Я месяц молился и через месяц ответил ей. Могли бы обо мне так помолиться. Я говорю, хорошо, уже молюсь, сижу и молюсь. А вот ответ такой мой будет. Я ей даю ответ. Ответ у меня другой не будет. Он будет основан на Слове Божьем. Другой бы сказал, вот что ты мне тут цитатник. Она говорит, эти слова я сама наизусть знаю. Но теперь я поняла, чего-то в них я не вижу. Я начинаю молиться. Я ей дал ответ. Три или четыре места писания. О ситуации на Украине. Чтобы увидеть это. Не нашим оком, а как Бог смотрит. И я ответил. И она молится о том, чтобы Бог мне, говорит, ей открыл зрение большее, чем есть. Чтобы я увидел то, что вы видите в этих стихах. Вот это правильный, единственно верный подход. Ты им писать, писание. Золотовец говорит, ты не показывай мне написанное. Ты дай мне смысл написанного. А если смысла ты не знаешь, ты куда уйдешь? В какую сторону? Ты вот придешь и своему возлюбленному все расскажи. А еще мы беседовали. Обними его, поцелуй трижды. И скажи, давай послушаем заново. А если хочешь, мы вам спишем. У сына посмотришь. Еще тебе скажи, помешало бы это? Ну, вытурил нас в три шеи. Все явились. А кто приглашал? Приглашали. Он на нее первым. Ты приглашала. Я не знаю, что она говорит. Я говорю, меня сын твой приглашал, Иосиф. Да ты и сам приглашал. Что это ненормально, что не ходим в гости. Когда? Ну, до свидания. Я говорю, пойдемте, время тратить не будем. Мы были, оказали тебе честь. Мы пришли сами со Святой Библией. С нами Христос пришел в твой дом. Ну, значит, не время, не место. Всему свое время. Вот сегодня на эту тему были занятия. Всему свое время. Я думаю, этот заголовок пойдет дальше нашего. И кто-то может даже на радиостанции находятся люди. Вопросов нет? Нина, вопросы? Ни почему? Помогите, давайте с вами. У нее рученька болит. Тут же разные вопросы ладуются. Все, еще болит. Лариса Петеримова руку сломала. Кто? Еще лучше. Лариса Петеримова. Да, как же так. Видите, перед теми, в этом месте. Правая рука, правую руку. Ну, где-то ударила как-то, упала или что. Сейчас на беретне пришла загипсована рука. Может, что-то не пожил. 40 дней. Алексей Сипков сломал руку. Ну, этот уже далече биться. 40 дней гипс. Шарик сломали ему ногу собаке. А гипс-то сломал? Ураган хромает. Гипс. Гипс-то как интересно сняли. Не раньше, не позже. Я в голову принес рыбьи-то и положил на крыльце. Я думаю, потом отдам, раз, может, кошки поедят. А он привязан в саркофаге. Но привязан за сетка рабица на стене. Я закрыл окна. У Павлова лошадь ходила, чтобы морда не тнулась. Но внизу, которые загнуты эти, они вот на полметра здесь метр. И он, видимо, засыпился шлейкой. Самодельно это за него. За крючок, который сетка рабица-то есть. И он встает иногда на задние ноги. Он оправиться иногда, а не на ту ногу. Это он становится на первой ноге, на передней ноге и писает. Я так догадываюсь. И он рвался и порвал шлейку. А к шлейке привязан саркофаг. Скафандр. Андрес спал, он даже разговаривать не стал. Первым делом он принес и грыз ногу. Он сорвал все, она тут же валяется. Лангетки эти, весь гипс, все. И дальше снял. А Павел поднес ему эти рыбки. Как раз Павел был здесь. Наш. Наш. Брат родной. И он в это время еще что-то сделал. Или Павел, Павел не сказал. Я говорю, ты трогал его, нет? Я пришел, нигде нет. Я пошел к Любе, сюда, к этой собачонке. Ты, Павел. Подхожу, гляжу, он на трех ногах шпарит. Уже здесь свиданка у него закончилась. И он бежит ко мне. Я его засыпил и домой. Как ты это мог сделать-то? Смотрю, как у него нога-то не... А это было нормально. Потому что под скотчем у него вся шерсть облезла. Это... Там нужно, чтобы воздух-то проникал. А я мотал, мотал, мотал. И получилось, что он сорвал через три недели. Это было достаточно. Он уже сейчас на ноге стоит. Да, я же гляжу, на конуру заскочил. Четырьмя ногами стоит и лает на коробке. Так он стал лизать и быстрее на поправку пошло. Да. Зализывать. Он лизать начал ногу и она у него быстро пошла на поправку. Надо было прийти, у меня мазь хорошая. Да. Заграничная. А он слизывает. Американская. Но только помазать, да? Или раз-два. Он слизывает, понимаешь, собака слизывает. Да, минут десять подержал бы и то. Не знаю. Минут десять. Ну вот так вот. Я пошел, чтобы он не лизал, криолину достал. Скотчем. Это вы... От скотча такой зуд ужасный. Ужасный. Ну, во всяком случае, так. Ножка выздоровела у него. И скачет на трех, а потом забудет, наверное, и опять на четырех. Потом посчитает за живого. Я ему творог там разного лучше давал. Хитрит, наверное. Люба, в городе открыта будет еще неделю ярмарка меда. Да. У меня, кстати, они натаскали уже. Ярмарка меда. Там и прополис, и пирог. И пыльцу. Господь так. А Проколий сколько стоит. Ну, человек. Прокое вам не живет, Господь. Поговорили. Один привязался, как бы молодой. Привязался, и все. А ты что на себе мертвеца носишь? На распятие, на крест. Такой наглый какой-то. Чем надо? Ну, ничего, просто прорезал. Ну, мы с Николаем были. Я ему немножко сказал, я говорю, что мертвец живее всех живых. Пошли. Все, они еще с ними. Какой-то в тон, я не знаю, или язычник какой-то, или в тон. Он не язычник. Это русский родноверный называется. Староверой себя называют они. Вопросы? Почему у тебя вопросов нету? Все ясно. А? Когда вопросов нет, то только две причины. Первая, знает все, или ничего не знает? Нет, ну, если ничего не знает, то вопросы бы были. Вопросов нет, она не знает, что задать. Ну да. Ничего нету. Писание не знает. Вопросы-то к писанию относятся. А остальное люди, как правило, таятся. Вот мы говорили сегодня, разбирали. Почему боятся фотографировать, там-то другое. Причина. Это тайная сторона, за которой что-то. И это мне Валентина-то с Украины отвечает, я говорю, знала это. Если открытая, то светлая душа, ничего нет больше за душою. А когда таятся, это там потемки, боятся, чтобы не догадались, не осветилось. Вот и все. Наша мама никогда не закрывалась и не боялась. Поблагодарим Бога? Вопрос. Все, благодарник подолжен. Опоздал. Да не опоздал, говори. Опоздал. Не будешь? Нет. Боже, милость, и будь не грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав все грешил Господи. Прости меня, грешен. И помилуй. Да будет благословен дом всей, живущей и приходящей здесь. Пошли новых поселян, знающих Тебя, уставы Твои. Пошли нам мир в наших сердцах и на Украине, в Израиле, в Сирии. Слово Твое да вселяется в нас обильно, чтобы мы, как ожерельем, были обязаны заповедями Твоими и были блаженными перед Тобой, как слушающие и исполняющие их. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо. Спасибо.